Доброе утро, ребята! Всем доброе утречко! Завтрак у нас бутерброд, вермишелька и курица. Лен, ты будешь такую курицу? Да. Слава Богу, потому что больше ничего нема. Такой вот завтрак. И чай пьем. День солнечный. Сегодня эти акции ВТБ. Не знаю, Юля попадает, не попадает. Нема даже времени голову помыть. Быстренько завтракаем и поехали. У нас ребята сегодня во дворе каждый день то беляют что-то, а то сажают, вон лавочки сделали, садят цветочки какие-то. Красота! Облагораживает. Не знаю, у нас работа кипит, у нас что-то делается. Да, постоянно, каждый день. Зависит, наверное, от этого. Я сказала в прошлом видео староста, не староста, а управляющий. Ну да, да. А, глава. Здравствуйте. 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 Глава ОСББ, правильно, да? Да, да. Зависит от человека. То есть у нас, у нас хорошее, потому что у нас что-то делается. Он постоянно здесь, постоянно во дворе что-то ходит, что-то спрашивает. Да, да, он постоянно. Ищет, да, где какая организация, где дешевле, там, и рассказывает. У людей спрашивают, где что-то течет, а у вас там крыша течет, не течет. Ну, короче, сделаем. Ну, не знаю, у нас хорошо. Да, хоть квитанции, они вроде как поднялись за, ну, тот самый квитанции. Ну, каждый день что-то делают. Ну, делается, блин, жарко, капец. Да, жарко, блин. Я еще свитер напялил бы. А потому что мы вечером ходим холодно. Да, вечером уезжаешь, свитер как бы пригодится. И куда его одевать? Постоянно таскать с собой неудобно. Короче, ребята, мы говорили, что Лену уболтаем. Не уболтали мы Лену ехать с нами. Ну, она пошла гулять, да. Да, села она контрольное дело. Мама, посиди со мной рядом, мне спокойнее. Я с ней рядом сидела контрольное. Она сдала по-русскому на 9 баллов контрольное. Такая за полугодие была там, серьезная. Вот. Но, а, и типа по художке надо делать много заданий. А с собой вести все краски, все мольберты неудобно. Ну, пожалуйста, пожалуйста. А потом Злата позвонила, они пошли на улицу гулять. Ну, и слава богу, все. Хотя бы на улице гуляет. А завтра она уже по-любому поедет, потому что завтра к нам в гости на велосипедах приедут Витя с мамой. На великах прямо. Молодцы, да? Угу. Да. Сжарить шашлычки. Надо бы тут у мамы спросить, что взять там, что вечером смотаюсь в магазин. О, вон Лена идет. Вон Лена идет. Вон Лена Сергеевна идет. Сейчас мы выберем все. Ленушка. Мы выберем все. Лена Сергеевна. Привет. Нет, я не с вами, вы не подумайте. Пошла домой со Златой к нам. Лена забыла стаканчик. Она каждый раз на прогулку берет с собой термос с чаем горячим. А там в термосе в комплекте только одна чашка. Она Злате берет с дома пластмассовый стаканчик. Не помню, я на чем окончила, потому что вы у меня разрядились, как обычно. Я думаю, что так туго включаетесь. За Лену? А, и дома она помыла этот пластиковый стаканчик запасной для Златы. И успешно забыла. Сейчас вернулись за стаканчиком. Аж с мемориала шли. Ну, что, им походить полезно? Ну, да. Короче, ребята, планы на сегодня. Едем мы. Ну, у нас так с этой работой, получается, что у нас с утра никак не получается выехать на деревню. Едем к обеду. К обеду. Уже до... Так час уже есть. Уже даже около двух. Короче, сейчас заезжаем на рынок, потому что мы ничего свое покушать не взяли, дома ничего нету, только суп. А суп неудобно брать. Заезжаем за колбасой, за хлебом, покупаем лук на посадку. Заезжаем к маме. Я ранее рассказывала, что мама свою микроволновку нам за 500 гривен отдает. Они ей не сильно пользуются. Вернее, они купили пару лет назад, там, или в прошлом году, не помню. И, видите, они разрешают маме ей пользоваться. Якобы микроволновка еду портит или излучает. Микроволнует. Микроволнует, да. Излучает она вредные волны. На самом деле, наверное, излучает. Так она излучает все. И мобилки излучают, и телевизоры, и компьютеры, и все на свете. Вот. И поэтому мама узнала, что мы ищем бэушную микроволновку, и она, короче, решила. А она себе вместо микроволновки будет... Ой, Джек Расс. Ой, маленький такой. Холесый. Смотри, без ошейника, без поводочка. Да? Прикольно. Этот самый... А у Альмы морда действительно длиннее, вроде бы, да? Да. Она такая, как лисичка. И, короче... Так, надо место искать, где тормознуться. И мама себе будет покупать... О, есть. Сейчас, скажите, кофе... Как кофеварку какую-то, кофеварку. Вот. Поэтому мы сейчас на рынок уже приехали. И потом к маме за микроволновкой на деревню. Все. Я сегодня инвалид. Я сегодня резала, короче, ребята, горло говяжье, собакам в кашу. Оно такое с хрящами. Я его так конкретно режу. И по пальцу только так. Хрят! Наш ром так рубит мать. Да, и по пальцу. А я нож наточила. Оно такое хрустый, короче, вообще. Как потыкло кровище, да? Мне папка быстро спирт говорит, приложи, приложи. Но остановилась, да? А получается не ровно, а чуть-чуть под наклоном. И кожа так вроде залипла, знаешь, более-менее. И замотали вон. Надо это... На палечники запасные бы. И, короче, не вовремя. Сегодня собралась Юля в огород сажать и палец. Представляете? Знаете, как оно мешает? Женщины меня поймут. Да и мужчины тоже. Пальцы все режут. Все режут пальцы. Тут женщины и мужчины наравне. Нормально, мать. Замотали, все. Остановилась кровь, все. Не парься. Все бывает, да. Все хорошо. Базилика нигде нет? Нет. 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 Смотрим масок. Смотрим. Пару дней надо будет заехать. Вин, черемаш. Через пару дней до недели возил чамель, черемшу и обалдинный можно. Музыка. О, вот. О, вот. О, вот. О, вот. Треба брызти на... Все не поряд. Белый. 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 Белый не обязательно. Нет. Если били все дерева... А это показываем, типа какой он вырослый? Да. Да. Так, так, как они выросли дерева. Так. Мы заходили, потом выставляли. Нет. Нет. Люди все идут. Есть поакции. Нет трава днать поляре винограда. Ага. 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 Музыка. Узнаха. В какой он должен есть. Здесь на счет покупали. Девочки. Зато он мог. По 15. Уверить хороший. Мужа просится. Узжим. Уже. Агрессия. Будете брать по 15. Сейчас еще придется. Я хочу хороший, этого мужика, он мягкий, ведь он тверденький должен быть Пойдем сигарет, пойдем Набрали, ребята, всякого разного В общем, мы лука взяли на 200 гривен Да Блин, что так дорого? Едем к маме И сегодня даже глаза накрасила немножко, потому что я уже совсем как этот самый альбинос Ненакрашенный Ты красивая мать всегда И за микроволновкой идем У нас будет микроволновка Своя У нас две будет Она в одном доме, другая в другом Есть кто живой или нет никого? Да, да А что ты страшно? Что ты не ждешь пока откроется? А, что мне откроется? Чего? Я что тут? В голову? Здравствуйте Привет 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 Сколько лет, сколько лет Кипаша Кипаша, Юля пришла, Кипашечка Привет Привет, привет Все, забирали, мы летим Мы задерживаемся Ой, боже Та-да-да-дам Вот она Вот она Прикольная, да? Она меньше, чем наша дома Но это хорошо Но у нас огромная Это как раз компактная Что там, тарелочку поставила Разогрела и все И даже крышку отдала И... Чистенькая Она как вода Вообще Обалденно Ого Поехали Теперь мы не будем палиться, да? Да Надеюсь, что разогреть Да, класс Не надо на печку нам ставить Удобно Мы привыкли к микроволновке Да Так, все, ребята Наконец-то Едем на деревню Время полтретьего Когда сажать? Чего? Я еще затеяла морковь посадить этот Сделать крахмальный клейстер Туда семена Бутылочку взяла С таким носиком тоненьким И таким образом Но все же надо клейстер сварить Чтобы он остыл Ну, короче, блин Ну, хотя бы лук По-любому посадим Хотя уже и морковь поздновато Ну, пофиг Так Поотвечаю на вопросы Как я обещала Пока еду Буду с вами говорить Смотрю Парень в голубых штанах Как у меня У меня тоже голубые Что такое? Я думала, я одна такая Как светофор тут хожу Валентин Астетюк спрашивает А если этот мусор Потихоньку весь сжигать? Можно же? У нас запрещено Сжигать и листья И мусор И все на свете У нас за это штраф И штраф нехилый Ну, на нычку Все равно Люди сжигают Иногда Потому что Бывает дымит Где-то там Дальше Наталья Веремей пишет Привет, смотрела, смотрела И сегодня подписалась Очень интересно Почему Кот Костик? Вообще вы молодцы Здоровья вам Привет С Альбова Наташа Спасибо, Наталья За комментарий Костик Почему Костик? Это был у нас Прямой эфир Когда мы только взяли дом И мы не знали Мы не спросили у хозяев Как этого кота зовут Ну, я думаю Его никак не знали Кот и кот Потому что, в принципе Даже жук, да, пес Он на кличку жук Не откликался Сейчас стал откликаться То есть, он вроде жук Но особо видно На него Никто к нему не обращался Вот И мы не знали Как кота назвать И в прямом эфире Кто-то из зрителей Предложил Что вы дом взяли В селе Который называется Константиновка Значит, кот Константин Ну, потом Константин Вроде как Сильно длинное слово Мы уже сократили Да, Костик Просто, да Потому что Константинцы Ну, когда я буду на него ругаться То он будет Константин Именно А когда он хороший Он там, Костик, да? Вот так вот, ребята Так, дальше Юля Вы грязную воду Из-под умывальника И после мытья полов Лейте на кучу Что мы и делаем Да, мы так и делаем Папка у нас выносит Выливает И прям на ту кучу, да Она будет быстрее И лучше переплевать Так Мила Мила спрашивает Молодцы, ребята Юлечка А жук хороший сторож На него вам можно надеяться Или вы его держите Просто из жалости Хороший, ребята Хороший, да Уже проверено Он будет гавкать И при том Не как обычно Ну, когда собаки Да, он прям У него лай Другой становится Да, он другой лай Становится Сразу слышишь Что кто-то подошел Или кто-то стоит Да Или кто-то проходит Возле дома Мы это уже начинаем Сразу понимать Даже если в конце огорода Там где-то Это самое Он гавкает Он по-собому гавкает Даже с той стороны огорода Вот это когда бронил Саша у нас Да Это самое Он начал гавкать жук И он гавкает Опять необычно Да, необычно Он на огород гавкает Что дает понять Что там кто-то есть Да, да То есть он классно И никогда не ошибается То есть гавкает Только по поводу И мне еще что нравится Что он не перегавкивается С собаками Есть такие собаки Что одна залавила Залавила Другая поддержала И пошло-поехало А у нас у соседей Собака Гораздо больше гавкает Не знаю По делу Без дела Но постоянно гавкает И мне нравится Что жук Не откликается ей Ну, с ней Не начинает перегавкиваться Вот То есть он только по делу Такой хороший пес Вообще Ну, сейчас вообще Полаев понимает Что кто-то проходит Возле дома Полаев уже это ясно Ну, то есть поначалу Поняли Он у нас остался Мы вынуждены были Его оставить Нас перед фактом поставили Грубо говоря А сейчас мы не жалеем Вообще не жалеем Классный пес И молодец Так Жанна Лузина Пишет Юленька Купите большую Садовую лейку Она вам очень пригодится У нас есть лейка садовая Ей уже много лет Но она Вот мы на даче Мы сколько жили Она нам не пригождалась Потому что мы Шлангами пользовались Ну, то есть Вода в шланге И шланг Куда хочешь тяни Но лейка есть Мы ее с собой забрали Она у нас По-моему На литров 5, что ли Да? Или 10 Наверное Здесь большая у нас Такая лейка Но она не с узким носиком На ней на конце Там такое Как дождик Дождик льется Но я не знаю Она этот наконечник снимает Ну уж там Нет Душ Душ Так Дальше А нельзя При погодных умовах Может замкнутый Провод в короб Он везде изолирован Везде есть Да Это хороший кабель У нас Обмок Это хороший кабель Да На даче Там не жилы Но они вот так вот В обмотке То есть они Заизолированы Хорошо Там Кабель хороший У нас на даче За 8 лет Нормально все Так у нас вообще Дешевый был Да Лапша мы называем И поэтому Полет нормально Она нигде не промокла Потому что опять Там изоляция есть Ну короче Ну и следить конечно Надо Что она нигде не треснула Но этот хороший кабель Надолго хватит По-любому Так Немного Нормально Почти доехали Последний вопрос И ребята Это сейчас Самый-самый Часто задаваемый вопрос Привет артисты А в погреб Вы не заглядывали Можно ожидать От прежних хозяев Что угодно Вопрос За погреб Я знаю что многие ждут Многие хотят Уже пишут А вдруг там клад А вдруг там что интересно Или что-то ценное Обязательно будет Ребята Не хватает времени То есть есть просто Дела как бы поважнее Поэтому мы делали их Сергей На днях Может с понедельника Если сегодня Может свободный Пять минут будет Там мы хотим Просто чтобы А мы сегодня Не взяли свет Там чтобы снять Чтобы вам было Что-то видно Надо свет сделать Да забыли У нас хороший свет Чтобы вам было видно Хорошо Взять фонарик По темноте неудобно С ручным фонариком И так далее Надо сделать там свет И тогда сделать уже Обзор И осмотр Я думаю что на днях Мы Ну завтра нет Потому что завтра Мама с Витей в гости А может быть С понедельника Мы этим делом займемся И покажем вам обязательно Обзор Я туда уже спускалась Смотрела Так в полумраке Но интересненько Интересненько Так что я думаю Что и вам будет тоже Ребята А мы уже и приехали Вон наш дом С голубенькими воротами На которых Такие глаза Три глаза Нас трое И глаза три Опа Дома Сабанаки Вот он Жук Жук Хороший мальчик Костик Костик прям сюда выходит Ну да Он встречает Прям Прям Привет Привет Видишь у меня Ноги хрустят Это старость Костик Тебе это не грозит Еще Так что Выгружаемся Потихоньку Ребятки Сегодня прям весна Солнце светит Тепло Вообще Классно 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 Цены нет Мелость Сейчас Наколим Опа Чтоб разгорелось Хорошо Достой А этим топором Щепки лучше рубить Колом Для больших Лучше А этим так аккуратно Примерился И мелкие дровишки Рубишь Мелочь положи Сейчас будем Дожигаться С одной спички Удастся или нет А мамка Удастся Как думаешь Думаю что да Закроем Посмотрим Ну Маленько 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 Маленько